Добрый день, дорогие друзья! Раскадровка в прямом эфире. Наша передача о кино, о режиссёрах, об актёрах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня с вами ведущая этой передача Людмила Александрова. Добрый день! И Алексей Власьхин. У нас сегодня будет по содержанию чуть-чуть необычная передача, да, Люда? Ну да, сначала начнётся всё как обычно, потому что мы обсудим самую заметную новинку проката. Фильм «Страж галактики 2», который вышел в прокат вчера ночью. Естественно, мы ходили на первых «Стражей галактики» и не пропустили вторые. А вот потом, после того, как мы обсудим громкую новинку проката, мы попробуем в раскадровке новый формат. Попытаемся серия за серией вообще обсудить сериал «Фарга», который начался 19 апреля, третий сезон. Уже вышло две серии, вот. И в этом выпуске мы обсудим их сразу две, а потом каждый выпуск будем обсуждать по одной свежей серии этого сериала. Напоминаю, что сериал называется «Фарга», и это третий сезон. Но можно не пугаться, что сезон третий, а мы только что проснулись. Потому что «Фарга» — это именно сериал «Фарга», потому что есть ещё фильм «Братьев Коэн». Сериал «Фарга» — это антология. То есть каждый сезон на разный сюжет снят. Там разные герои просто объединены действием. И некоторыми идеями, ходами, какой-то стилистикой. Но с сюжетной стороны третий сезон «Фарга» — это абсолютно свежая новая история. Да, и вы можете писать свои мысли тоже по поводу сериалов и фильмов, которые мы будем сегодня обсуждать с помощью нашего сайта teos.fm. Там, нажав на кнопку «Слушать эфир», вы увидите окошко, в котором можно написать для нас сообщение. Будет любопытно. И, конечно же, наши группы в социальных сетях, в Facebook и ВКонтакте. Пожалуйста, давайте вместе обсудим какие-то новинки, то, что вам интересно, и также ваш какой-то отклик, ваша реакция на то, что интересно нам. Ну что, после небольшой нашей паузы мы перейдём к обсуждению новинки «Стражи Галактики» вторая часть. Ну что, Люда, наконец-то научилась любить фантастические фильмы, правильно? Ну нет. Всё, нашли путь к твоему. Причём здесь фантастические фильмы. Здесь речь идёт о комиксах. И на самом деле, что... Ты же не любила раньше все космические полёты, саги. Я продолжаю не любить. Например, «Пред Стражами Галактики» показали трейлеры Тора, потом «Пиратов Карибского моря». Я думала, когда же это всё закончится? Я не люблю «Пиратов Карибского моря». Я не люблю все... Мы про космос говорим. Я не люблю «Звёздные войны». Можете доставать бластер и стрелять в меня. Но, в общем, я не люблю фильмы по комиксам. Хорошо, что мы нашли Володю, и у Алексея появился достойный собеседник. Но мне нравится «Стражи Галактики». Именно потому, что они... Ну, когда они вышли, это был потрясающий сюрприз. Потому что этот фильм был не похож на все фильмы про супергероев. Не то, чтобы я их смотрела. Но, как бы, примерно представляю себе, что это такое. Ну, и это были малоизвестные герои из комиксов Марвел. Никто не замахивался на пафосы, на героические темы. Никто не корчил себя спасателем вселенной. И вот это было что-то подростковое, смешное, неформатное, забавное. И забавными персонажами. Вот поэтому мне понравился «Стражи Галактики». Ну да, пожалуй, то, что они надувают щеки, это одно из главных их достоинств. То есть, в принципе, я этот фильм... Мы иногда каталогизируем фильм по разным категориям. Фильмы нравятся по-разному. И вот это одна из таких штук, которую, мне кажется, важно как-то для себя повторять, усваивать. Нельзя одни и те же критерии предъявлять к разного рода фильмам. Вот этот фильм, он фильм-аттракцион. Фильм, я так его, по крайней мере, для себя. У меня есть такая полочка. Фильмы-аттракционы. Это фильмы, которые не претендуют на какой-то большой смысл, прорыв. Нет, на прорыв, может быть, и претендуют. Скорее, их главная задача – это создать такое вау-ощущение, когда ты сидишь в кинотеатре. Ты сидишь, все там летает, взрывается, там, ухает. Герои что-то там искрометное говорят и делают. В общем, такое ощущение драйва они создают. Это, да, ну, скажем, в этой категории, что сюда мы можем отнести. Тот же Тор, твой любимый, «Пираты Карибского моря», как раз, которые не случайно здесь, видимо, их трейлеры поставили перед этим фильмом. Это все вот такие фильмы, которые, прежде всего, сделаны для того, чтобы как-то развлечь публику. Хотя есть фильмы, высказывания, в которых какие-то сложные вопросы ставятся, в которых есть драматургия. Я бы сказал, если на одну-одну чашу весов поставить фильмы-аттракционы, то на другой, наверное, будет то, что называется «Мамблкор». Какие-нибудь… Ну, «Манчестер море» – это не совсем классический «Мамблкор», но, тем не менее, все равно что-то в таком роде, когда просто люди что-то ходят, выясняют какие-то отношения, разговаривают друг с другом. Такая повседневность. А аттракционы, ух, так они нужны такой перчик, чтобы там все должно быть пересоленное, хорошо прожаренное. В общем, это фестфуд своеобразный. Но, опять же, фестфуд фестфуду рознь. Есть фестфуд, после которого тяжелая изжога, а есть фестфуд, который такой «guilty pleasure». То есть, ты понимаешь, что съел что-то такое жирненькое, пересахаренное, но при этом, в общем, сделан он так хорошо. Ну, даже картошечка фред – это не очень хороший пример. Ну, скажем, что сейчас у нас модно? Фалафель, да? Тоже фестфуд, но… Ну, фалафель. Ну, создает тебе иллюзию. Вот видишь, ты сразу хочешь сопротивляться, как будто бы здоровой пищи. Конечно же, нет, но, тем не менее, какое-то ощущение такое все равно внутри осталось. И также фильм «Аттракционы», скажем, бывают, ну, вот «Матрица», да, пример фильма, который, с одной стороны, фильм «Аттракционы», с другой стороны, претендует на некую работу с коллективным подсознательным в виде каких-то скрытых историй, мифов, которые в нашей голове бродят. Он их наружу вываливает, и кажется, иногда это интересно. Но при всем при этом почти все остальное, что сделали братья Вачевски, смотреть без слез невозможно. Какие братья уже, все. Ну, в общем, братья-сестры, родственники Вачевски. Нету таких, да. Родственники Вачевски, то, что они делают, в общем, все это такое. Потому что именно они сохранили эту позицию насупленного носика и некой такой претензии на пророческий голос. Но, в общем, не особо получается. А Стражи Галактики, они никаким пророческим голосом не собираются быть, не собираются каких-то делать глобальных высказываний. Или, если делают их, то изрядно, так сказать, поперчив, поджарив и... Ну, вот на самом деле, да, смотришь на Стражи Галактики, там же нет ни одного кадра, как сказать, натурального. То есть все спецэффекты, все зеленые экраны. Актеры на тросах, на съемках летают. Хорошо, что друг с другом взаимодействуют. И то пара героев, это нарисованные, их только озвучивают. Это ракеты и грудь. Ну, то есть, по сути, все такое... Да эти, которые нарисованы, можно было бы и нарисовать. Я думаю, что к этому придут со временем. Я думаю, что в таких фильмах скоро актеры-то, в общем, как таковой не нужны будут. Ну, и ты думаешь, с чего будут радоваться. Но они интересно делают, ну, вернее, режиссер Стражей Галактики, Джеймс Ганн, он делает интересно, что вот он каким-то образом в первом фильме это было ярче намного. Вот он взял этот ностальгический саундтрек из 80-х, и вот на стыке пластиковый, ну, такой пластиковый, за спецэффектченные картинки, вот этого ненатурального всего, да, что-то подпустить какую-то такую ностальгию. Живинку такую. Именно вот старые голоса, вот это вот все. Ламповости добавил. Да, да, и вот на стыке получилось нечто такое, что, ну, и юмор, да, то есть вместо пафоса, вместо вот этого спасительного какого-то такого, что мы спасем там Вселенную, Вселенная спасается там абы как, в общем, ну, и просто как, это как работа, как такой фан, как, ну, спасти Вселенную, это очень весело, ну, то есть вот, а не то, чтобы все человечество погибнет, или там все обитатели Вселенной. Конечно, в этом жанре есть сериал, который для всех знатоков, конечно, жанр является культовым, это «Светлячок». Ну, все уже началось. Да, он, конечно, он за ним пытается работать в этом же поле, но он намного интереснее, лучше и ламповее как раз. Как зовут актер Фи? Ты Миша в «Светлячке»? Да. Фанниген как-то. Нет, вот так вот тебе. Вот этот актер снимался даже в старых «Стрешгалак». Филиона. Филиона. Его вырезали, вырезали его персонажи. Вот, так чтобы он там, ну, так бы твое сердце вообще растаяло бы, если бы ты его там увидел. Конечно, растаяло бы. Итак, то есть это хороший актракцион. Здесь что есть? Знаешь, видно, что как в хорошем рекламном ролике здесь работают профессионалы. Люди, которые, понятно, они большие деньги осваивают, в общем, не зря едят свой хлеб, они пытаются все ингредиенты соблюсти. Есть гонки, в чем-то снят они хорошо, действительно хорошо. Я имею в виду, такие, уже все такое летает. Я не знаю, я смотрел в 3D, я вообще не любитель 3D в большинстве случаев, потому что такое создается, в общем, мне кажется, не дожатая-то еще технология толком. Но здесь несколько моментов они достаточно удачно обыгрывают. Такие, где там в лесу что-то крадется. Когда ты так же смотришь, как будто бы с места пилота на все эти происходящие очень хардо вокруг, ну, выглядит ничего, забавно. Или вот этот танец, который грудь вначале, маленький грудь вначале изображает, тоже он смотрится так достаточно любопытно. Есть юмор, да, то, что ты в чем-то сказала, все эти диалоги, подкалывания, все эти шуточки. Ну, такого, подросткового, кидалтового характера. А есть, знаешь, интересный тренд. Славные негодяи. Понятно, что если мы возьмем какой-то фильм и поместим туда изначально правильных героев, то нормального уже юмора не получится. В большинстве случаев вообще ничего толком не получается, как в последних экранизациях про Супермена, когда человек с таким пластиковым лицом буквально ходит и какие-то вот непонятные вещи. Да, причине добро, да, по-другому не назовешь. И есть, конечно, такая легкая, наверняка тебе понравилась специальная, легкая романтическая линия. Но не... Такая легонькая такая, да, она так вот специально, чтобы, если вдруг девушка забредет сюда на показ, а сзади меня в кинотеатре всегда любопытно смотреть. Девушка, я уже начинаю казаться стариком на таких мероприятиях, хотя в этот раз смотрела какая-то женщина, впереди меня, не знаю, лет 60. А сзади меня сидела девушка с большой, я не знаю, такой скейтбордовской доской. Во времена моей детства, молодости, они были поменьше, а с ней какие-то здоровые. Она вот сзади сидела и извучно смеялась. Ну, в общем, сейчас уже, да, эти все гендерные стереотипы разрушаются, это все какие-то такие границы ранее прочерченные рассыпаются. Я сидела в полном зале и думала, что же сказали все эти люди на работе. Нам-то хорошо, у нас это часть работы. У нас время такое. Да, самое начало рабочего дня. Нельзя сказать, что это подростки, люди самого разного возраста. Ну, знаешь, несмотря на всю эту попкорно-фестфудовую пластиковую развлекательность, фильм, тем не менее, все равно пытается апеллировать каким-то вещам более глубоким, что ли. Я имею в виду... Вот обрати внимание, современные комиксы, они по ощущению очень похожи на древнегреческие мифы. То есть, они пытаются вот эту же карту разыгрывать. Действительно, это... Одни из первых создателей комиксов, они сознательно это делали. Пытались создать некий миф, новый миф. Американский миф. Да, ну, такую сказку для американского народа, потому что своих, вроде, сказок не было. И здесь эти следы прослеживаются. Здесь мы видим богов разного вида, каких-то промежуточных каких-то существ. Есть этот мотив героев, которые борются. Есть какое-то некое предназначение. Род, судьба, вот эти все мотивы. Ты можешь вызов в судьбе бросить. Ты вот не знаешь, где тут твой отец, и можешь, как Эдип, ненароком что-нибудь с ним сделать. То есть, вот эти все мотивы, они как-то... То есть, с одной стороны, это глубокие, глубинные моменты, связанные с семейными отношениями. Отцы, дети, матери, там все эти штуки. И плюс еще какие-то общие вопросы, там, судьбы, предназначения. То есть, они все равно все отыгрываются. Причем, они отыгрываются в таких фильмах более прямолинейно, чем, скажем, каких-то сложных артхаусных произведениях. Ну, вот мне кажется, кстати, во второй части «Стражи галактики» уж очень прямолинейно, кстати, то спрямили. Прямо, ну вот, если первый фильм был поинтересней, ну, вот в плане, что вроде такой лихой парень, ну, звездный лорд, но он не знает своих родителей, то есть, там, ну, не знает своего отца, и там, мама, трагедия, там, все такое. И при этом, как бы, такой, ну, человек вроде бы сраный и потерянный, но при этом вот какой-то храбрящийся такой, весельчак, все такое. Здесь уже во второй части, где все-все абсолютно выясняют отношения либо родственные, либо подружиться с кем-то, пытаются какую-то там, ну, это все про дружбу, про семейные ценности. И уж очень предсказуемо какие-то, ну, совсем... Да, это... Ну, то есть, к чего они на семейную аудиторию здесь уже рассчитывают? Хотя, все равно, по-моему, 16 плюс рейсинг. Я тебе скажу, мне кажется, они рассчитывают здесь на кидалтов. То есть, вот это вот некое такое состояние сейчас уже размытое. Но демонический папенька был уже в «Звездных войне». Зачем нам еще одного демонического папенька? 35-ти, сейчас уже можно смело эту категорию очерчивать. Одна из самых больших проблем этого фильма – это слабый антагонист. То есть, практически, ты за героев испугаться-то не успеваешь. Хотя и «Стражи галактики», но если в первом все-таки фильме, ну, там был какой-то серьезный вызов с самого начала, его действительно, ну, теоретически можно было бояться. Понятно, что когда все хихоньки-хахоньки, вроде все равно не до сильных переживаний. А здесь-то вообще, здесь антагониста толком нет. Нет этого ощущения реальной опасности для героев. И даже несмотря на то, что там некоторые из них могут погибнуть во всех этих полетах, взрывах, перестрелках, но все равно не страшно. Все равно не страшно. И вот это отсутствие реального вызова какого-то, мне кажется, с точки зрения сюжетной, самая слабая штука во второй части. И что-то все остались сентиментальными. То есть, вот это чувство погони и взрыва, оно такое юморок. Юморок, они действительно где-то так попадают в кассу. А вот настоящие переживательности, опять же, не в смысле глубокой драмы, а в смысле просто за судьбу героев. Они как-то вытащить не могут. Нет, но они же должны быть элегией все равно. Не пример «Звездным войнам», тем же, которых ты не любишь. Ладно. Если говорить о смысловых каких-то моментах, то есть мне представляется, что режиссеры, понятно, если их так спросить, хотели ли вы какую-то, знаете, мораль этим фильмам донести. Они скажут, да не, мы просто хотели, чтобы народ поржал. И те, которые там идут на фильм, опять же, если их спросить, что вы тут, что вы хотите в этом фильме увидеть или что увидели, ну, скажут, ну да, вот там круто было, взрывалось. Но, опять же, я повторюсь, в таких фильмах на самом деле какие-то такие тезисы нравоучительные, как ни парадоксально, забивают более прямолинейно, чем, опять же, в каких-то артхаусных произведениях, где там какая-то драма, где оттенки серо-зелено-бурого. Нет, здесь все попрямее. То есть я вот так себе представляю. Это такие нравственные уроки для кидалтов. Вот сидит такой отрок, оторвавшийся от компьютерной игры, сказавший в офисе, что он болеет. На самом деле пришел смотреть утром новинку проката в виде фильма экранизации комиксов. Вот, и ему такие моральные все-таки уроки закидывают. Ну, во-первых, здесь вот очень много про отцов и детей. То есть вот эта мысль о том, что родители-то важны, и они важны, и отец не тот, кто родил. Здесь буквально на уровне пословиц можно. А тот, кто воспитал. Эта мысль, она прямо так ясна и четко загнана. И нужно оценить своих родителей. Даже если они не умеют выражать свои чувства, особенно отцы, у них всегда с этим сложновато, то все равно нужно прислушаться и нужно найти время для того, чтобы их понять. Вообще, этот момент, вот обратив внимание в фильме, в этом момент о том, что нужно говорить о своих чувствах, так практически из, знаешь, из такого психотерапевтического кресла кого-то вырвали. Он несколько раз проговорил. То есть нужно друзьям говорить о своих чувствах. Нужно вот этим невнятным влюбленным проговаривать свои чувства. Отцу, нужно было отцу поговорить о своих чувствах, вот этому, скажем, приемному отцу. А он скрывал их, и вот видишь, и не удалось им по-настоящему как-то насладиться родительско-отцовскими отношениями. Вот эти вот вообще весь этот момент, что нужно, и этот еноту, который ненавидит, что его называют енотом, тоже никак вот о своих чувствах-то выговориться не может, только в запале каком-то иногда, да, уже почти в каких-то критических ситуациях. Вот, в общем, друзья мои, не стесняйтесь говорить о чувствах, говорит нам фильм «Стражи галактики». Опять же, смех смехом, а вот это все... Раз, наверное, пять в фильме звучала эта штука. Еще один момент, который я уже упомянул, это тема хороших раздолбаев. Ну, это действительно прием достаточно, ну, на мой взгляд, работающий. Потому что очень тяжело себя отождествлять с правильными героями совсем. В смысле как? Нет, вот так. Он, герой, должен быть достаточно раздолбаемым, чтобы ты мог себя с ним отождествить, и в то же время он должен быть хорошим раздолбаемым, а не негодяем. Чтобы у тебя все-таки какое-то положительное чувство осталось, и ты мог ему как-то сопереживать. И здесь, да, это тема этой бригады этих «Стражей галактики». Каждый из них по отдельности вроде бы еще тот балбес, за каждым из них какой-то шлейф ошибок тянется. Но вот они все вместе, они понимают, они принимают друг друга, вот эти вот принятия этой разности. Да, он буквально, знаешь, такой, а теперь, друзья, обнимемся. Такие обнимашки должны быть в конце этого фильма. И эта тема хорошая, ну, почему бы об этом не проговорить? Мне кажется, что она вполне себе работающая. Если выбирать между фильмом про такого супергероя, который в одиночку раскидывает всех злодеев, и про команду обормотов, которые помогают друг другу что-то делают, это, мне кажется, что второй вариант намного предпочтительнее. Но какие-то вещи, если это рассчитано на вменяемую аудиторию, пусть я таки дал, ты все равно можешь называть, ну, фильм, в котором будет вот идея про то, что команда и все такое, называть главного злодея эго и с ним бороться. Ну, чего это? Ну да, здесь совсем наимно. Но я думаю, что оно так и работает. Оно вот, и как-то так, знаешь, ты вроде так, ага, смотришь, над всем этим ржешь, смеешься, а как-то, хоп-там, закидывается. Я не знаю, я не знаю, есть какие-то исследования, которые... Ну, это вроде как для детей совсем, совсем для детей, да, ну, так вот в детской сказке можно эго назвать злодеем, и потом герою бороться вот как-то, да, каждому почти. Мы друзья, или мы спасаем свою шкуру, ну, в общем, вот это вот. Да, что мы не просто друзья, нет, мы не просто друзья, мы семья. Да, даже не просто друзья, не просто команда, да. И даже если твой друг украл батарейки, все равно нужно его принимать по-прежнему. В общем, и еще один момент, который в этом фильме тоже есть, обрати внимание, тоже он очень часто сейчас из супергеройского фильма в супергеройский фильм этот мотив приходит, и в артхаусных он в фильмах появляется. Это идея такая, что важно не какое-то там космическое предназначение, важно не некая такая бесстрастная божественность, важно живые чувства к тем, кто рядом. Да, так вот это все. Важны не глобальные цели, важны отношения там, буквально в фильме звучит, я выписал себе цитату, можно всю жизнь провести в поисках чего-то важного и не замечать, что оно всегда было рядом с тобой. Вот так. У Селина Джон, такая песня есть. Да, тут в этот момент можно было включить. Рядом с тобой, прямо передо мной, короче, да, типа я искала любовь, а она была прямо передо мной. Вот как раз с собой, причем во всех смыслах, и родительская любовь, и любовь-любовь, и любовь-дружба, в общем, все оно было рядом, не нужно нам этих всех возвышенных проектов, нужны люди, кто рядом. Опять же, мысль, да, тут мы смеемся над тем, как она подана, но мысль-то хорошая чушь, почему нет, она действительно, есть в ней что-то такое теплое, приятное, и иногда. То есть вот... Ну вот, меня чего огорчает во всей этой истории? В общем, знаешь, переводится таким образом, ну давай так, не весь вечер играя в компьютерную игру, это понятно, что высокая цель, но вот можешь еще как-то там... Маме позвонить. Маме позвонить, с братом пообщаться. Ну вот, ну меня расстраивает, что третья часть впереди, вот, уже... Вроде бы уже все сделали. Путем упрощения идут, вот, уже все рассказали, все нужные морали, и шутки немножко плоские становятся. Повторяются. Да, в общем, уже малыш Грут, он подростком станет, и на мелоте, на его не вытянешь самостоятельно. А герои, мы тут вообще хорошо раскрыты, они в этом фильме уже и енот мы поняли какой-то, и дракс. Знаешь, я тебе признаюсь, у меня такой небольшой... Что делать с третьей части? Признаюсь тебе. Я пробовал смотреть мультсериал Стражи Галактики, хоть не смог, а там уже оно это... Ну как-то, кажется, становятся повторением повторения. Я боюсь, что, да, дальше они, они, к сожалению, будут выжимать все сейчас из больших сборов в кинотеатрах. Интересно, смущает ли это в верных фанатах, то, что Марвел, конечно, кассовый сбор и пытается собрать всеми правдами. Слушай, мне кажется, что я, когда сидел в кинотеатре, там в передних рядах совсем сидел один парнишка, и там, знаешь, все знали, то есть можно было определить тех, кто как-то готовился к просмотру этого фильма, от тех, кто просто зашел. Когда пошли титры, большая часть людей ушла, там где-то две трети, а одна треть осталась, потому что знали, что в титрах будет пять сцен, ровно пять сцен, которые еще вот таких в виде плюшечек режиссер добавил. Вот и в самых передних рядах сидел парень, и так вот, один сидел уже на опустевшем ряду, и во время этих титров вот так сидел и танцевал. Я думаю, ему было хорошо. В общем, если меня спросить, стоит ли идти на этот фильм, я скажу, если вы хотите аттракциона, неплохого, легких ощущений, да, это просто такой хороший... Можно было бы сделать лучше, можно было добавить переживания за героев, добавить антагониста, добавить, ну, как-то убрать вот совсем уж эту наивность какую-то в высказываниях. Но вот в качестве такого развлечения вполне себе хороший, качественный продукт. И так, в прямом эфире передача раскадровка. Мы сегодня говорим, поговорили сейчас только что о Страже Галактики второй части, и сейчас мы хотим опробовать новый формат. Мы долго пытались вспомнить слово, которое используется для описания вот этой самой деятельности. Она звучит так, рекап, правильно? Мы согласились, что это рекап. В общем, это когда каждую серию сериала по отдельности рассматривают, но понятно, что в отношении многих, я представляю, если бы кто-то такое с Доктором Хаусом проделал или с Лостом или еще с чем-то таким, это был бы, конечно, номер. Нет, но... Есть герои такие в сети, Скорее, много... Я бы сказал так, что Фарга это... Скорее, многосерийные фильмы. То есть, это три многосерийных фильма, потому что герои практически не пересекаются, три разных сюжета, которые примерно одну и ту же тему эксплуатируют, но все равно чуть по-разному. И одно и то же место. И одно и то же место, да. Пейзаж, один и то же так скажем. Да, 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 один и то же пейзаж, да, одно и то же. Ну, хотя, может быть, потом перенесут куда-нибудь в четвертом сезоне, если у них будет. Итак, Фарга, третий сезон. Будет сколько серий? А ты не знаешь, сколько серий будет, да? Десять. Наверное, десять, да. Но вот, в общем, вышло уже три. Да, так как третья вышла только вчера вечером, то мы сегодня хотим поговорить о первых двух. Да, ну, кто стоит за сериалом? Продюсерами являются братья Коэн, которые авторы полнометражного Фарга, откуда взята атмосфера, ну, какие-то идеи моральные, вот, ну да, скорее, ближе к атмосфере, да, вот герои, какой-то стиль, стилистика. А шоураннером всех трёх сезонов сериалов Фарга является Ной Хоули. Шоураннер – это люди, которые, это человек, который отвечает целиком за сериал, то есть он одновременно является генеральным сценаристом, то есть у него в голове есть идея, как это всё будет, да, другое дело, что диалоги пишут, там, или какие-то эпизоды разрабатывают другие люди, но он знает, куда этот сериал движется, у него в голове главный сюжет, плюс это ещё и продюсер исполнительный. His in control. Да, вот, и это, ну, ещё, ну, да, продюсер, сценарист и даже шоураннеры бывают и снимают какие-то важные эпизоды, вот, но хотя это редко бывает, потому что им есть чем заняться. Итак, Ной Хоули, он фанат фильмов Коэнов. Да, с сериалами такая штука, не всегда здесь имеет смысл ориентироваться на режиссёров или, скажем, сценаристов, здесь, да, действительно, вот, большую роль играют те люди, которые все эти ниточки держат в своих руках. И два сезона уже прошли, это были две разные истории. Первая – это развитие сюжета, который был в фильме. Да, Коэнов. Вторая – самостоятельная история, вот, и сейчас третья. То есть, чем все эти истории похожи? Похожи тем, что… Да, вот ещё мы такую важную вещь не сказали. Будут спойлеры, да, потому что вот этот сам по себе формат рекапа, он обязательно подразумевает, что мы, в общем, говорим о том, что уже посмотрели. Так что, если, друзья, вы ещё не смотрели этот сериал и боитесь спойлеров, то, в общем, да, не слушайте нас, такая вот антиреклама. Ну, в общем, чем все эти сезоны были похожи? Во-первых, в каждом сезоне есть криминальная составляющая, и вообще про фарго критики говорят, что от атмосферы Коэновского фильма взята вот именно вот, во-первых, «Маленький городок», а про «Маленький городок» мы знаем. Там ничего хорошего нету. Там в каждом шкафу по трупу минимум. и там есть тоже почти, ну, во всех сезонах есть такой олдскульный саундтрек. Одновременно вот эта картинка всегда действует, происходит зимой. Одновременно она напоминает и вот с олдскульными такими песнями, она одновременно напоминает о семейных ценностях. Ну, вот Рождество, Новый год, праздник. Герои очень много едят, какие-то домашние радости, и одновременно критики говорят, что на белом снегу лучше всего видна кровь. То есть снег, именно, ну, как бы такой белый холст, на котором видны, ну, как бы все пороки, все мотивы, все преступления, да, то есть вот и получается, что каждый сезон «Фарги» это смесь вот из вот этого атмосферы маленьких городков, где все друг друга знают, да, семейные праздники, семейные традиции, соседские такие отношения, и при этом вот это вот такая снег зловещий, немножко такой белый фон, и вот-вот произойдет, некое все равно такое нагнетение, вот, и это целая серия персонажей в каждом сезоне, непонятно, кто главный, кто второстепенный, особенно в первых сериях, да, то есть очень много героев, и они все, ну, как сказать, как будто бы сначала не поймешь, кто из них главный, все они как будто маленькие, ну, то есть маленькие такие герои, маленькие персонажи, запоминающиеся, вот. Как бы в первой серии обычно дается очень много вводных, которых пока еще, пока сюжет не развивается, очень трудно друг с другом сопоставить. Знаешь, я бы еще к этой истории подошел с другой стороны, вот к этому формату, в котором работает Фарга, это такая своеобразная, тоже возвращение к осознанной, неосознанной со стороны режиссера и сценаристов, к тематике таких монстров, чудовищ, которые выходят из хаоса, которые выходят из бездны. То есть, с одной стороны, есть, ну, это, не знаю, это работает, это как-то очень глубоко в нас внутри прописано, есть наш мир, да, есть наш дом, он такой уютный, он, по крайней мере, мы стремимся к тому, чтобы он был уютный, чтобы он был безопасный, это место, куда ты возвращаешься, там, не знаю, в традиционном обществе это деревня, вот, вокруг деревни лес, вот, деревня там хорошо, там все чисто, убрано, там все, все друг друга знают, а вот в лесу там уже всякие леши, русалки, в общем, там всякий, всякий бардак творится, а туда дальше там уже вообще там чудища всякие, люди с песями, головами и прочие непристойности. И, то есть, идея такая, что вот мир, это есть некий такой отвоеванный кусок, или охраняемый кусок вот такой безопасной жизни, вот, из которого все чудища какие-то были изгнаны, но вот они иногда пытаются вернуться, вернуться назад. Это, кстати, вот, есть исследования, которые говорят, что практически у всех древних народов, вот это есть в мифологии, да, что мир создан в результате победы над этими чудовищами хаоса, но они не полностью уничтожены, они могут вернуться назад. И обычно они возвращаются, и вот здесь тоже, и вот тут уже различаются сюжеты, по какой причине они возвращаются, что же происходит. И здесь тоже этот мир американских этих городков маленьких, это как раз, он почему еще так привлекателен, мне кажется, для режиссеров, потому что он такой действительно домашний, там все устроено, там все друг друга знают, да, привет, там в кофейне, там ты приходишь, ты уже знают, что ты будешь заказывать, то есть это очень уютный мир, жители большинства городов, они такой уюта лишены, а здесь вот он такой тихий, провинциальный, казалось бы, что тут может произойти, что может произойти вот этой деревушке, да, вообще ничего не может произойти, тут всегда было спокойно, и всегда будет спокойно, и это очень удачный образ, и вот этот уютный, тихий, спокойный мир, вот эти какие-то прокрадываются чудовища, и здесь ты смотри, это очень хорошо в первой серии, особенно поданном, и с самого начала, она начинается с чудовища. Ну, кстати, у нас есть сцена, с которой начинается первая серия сезона третьего. Юрий Гурка зарегистрирован на Хуффландштрассе 349. Раз это ваш адрес, значит, вы Юрий Гурка. Вам 21 год, вы эмигрант с Украины. Нет. Я гражданин Германской Демократической Республики, и, как вы сами видите, мне давно уже не 21 год. Простите, я жил по этому адресу лишь полгода. Возможно, Юрий жил там раньше. В том-то и дело. Понимаете, если вы правы, выходит, не право государства. По-вашему, государство не право? На нём. Нет. Хорошо. Хорошо. Да, ну вот здесь действительно эта сцена, она выступает как яркий такой фон и контраст к этой благоустроенной, спокойной жизни этих американских городков, потому что здесь такое воплощённое зло. Вообще, кстати, говорят, что... Это нелогично. Нелогично. Говорят, что вот именно в ГДР... Обладать чудовищной логикой. Да, да, да. Офицер, вот немецкий офицер, который пытается убедить невиноватого человека, что он мало того, что виноват, еще и является другим человеком абсолютно. И ты понимаешь абсурдности ситуации. Вот это вот такое спокойное, расчётливое, холодное зло. И ты понимаешь, что здесь практически человек, он оказывается как будто бы перед лицом рока. Он случайно оказался не в то время, не в том месте. А теперь ему придётся всё равно это всё на себе испытать. И он... Вот эта сцена очень эмоционально сильная, когда-то он там сидит. И вроде бы, видишь, его не бьют, ведь его не пытают. Вежливо с ним разговаривают. С ним достаточно вежливо разговаривают так официально. Но этот тон, он настолько пугающий, что человек прямо от страха мочится. И там прямо интересно, показано, что комната, в которой ведётся допрос, она рассчитана на то, что люди там будут мочиться от страха. Это вот... И это, конечно, вызывает такое очень сильное эмоциональное переживание. Но при этом сразу же любимая тема Коэнов абсурд. Абсурд, да. То есть, где вообще никому не договориться друг с другом, что люди... Нет какой-то общего чего-то перед... Ну, общего неба, под которым могут люди ходить. Закон вдруг для кого-то начинает... Потому что это мир хаоса. Это мир зла. Он не имеет в себе... В нём нету... То есть, разумности, разумности именно в смысле чего-то такого доброго, вот этой способности договариваться. Ну, и это самое первое сцене, мы пока не знаем. Это такой каток, который катится на щек, вот этот рог с той самой судьбой, которая накатывает, и человек ничего не может с ним сделать. И это страшно. Ну вот, эта первая сцена, мы ещё не знаем, как она по сюжету связана с сериалом, потому что пока она смотрится как что-то отдельное, да, то есть, тут же сразу же... Ну, да, даже вторая серия не даёт ещё... Да, 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 пока мы не знаем. Тут же сразу же мы переключаемся в первой серии, после вот этой сцены допроса, мы переключаемся вот в Миннесоту, и нас начинают постепенно знакомить с героями, с этими вот маленькими персонажами, которые так любят, ну, в смысле, которые так удачно получаются у Коэнов и у Ноя Хоули, как у шоураннера сериала «Фарго». И пока, как будто бы как главные персонажи смотрятся два брата. Их зовут Рэй Эммет Стаси, играет один и тот же актёр Юэн МакГрегор. Один брат, он... Жизнь удалась? Жизнь у него получилась, да, у него всё хорошо в браке. У него несколько бензоколонок. Да. Или нет, стоянок. Стоянок, да. Стоянок для транспорта. Король стоянок, в общем, вот. Платных стоянок. Платных парковок. То есть, да, звучит смешно, но для вот такого маленького городка это большая карьера. А ещё другой брат, хоть и не близнецы, что интересно, у Ноя Хоули есть брат-близнец. Он, видимо, вообще не понаслышке знает про соперничество двух братьев вообще. Ну, то есть, и второй брат совершенно контрастен к первому, потому что это такой с брюшком лусеющий полицейский, какой-то, ну, участковый, в общем-то, вот, который занимается этой рутинной работой там. И там всё время у них какой-то был спор по поводу наследства родителей. И вот этот брат, который неудачник, выбрал то, что ему казалось выигрышным вариантом. Старой машиной. Старую машину отца. А вот этот брат, который поудачный, он выбрал коллекцию марок, которая оказалась, в общем, очень дорогой. И он продав её, он заработал большую сумму. И вот это вот соперничество, оно, в общем-то, на протяжении всей жизни их продолжается. И мы сейчас послушаем как раз небольшой диалог между братьями. Тогда дай мои марки, и будем квиты. Рэй. Я говорю с моим братом. Я и в суд могу подать. Есть законы, там всё сказано. Кому что полагается. Наш отец умер, и старший брат обобрал младшего. Пользуйся его. Никто тебя не обобрал, это была сделка. Будь у меня машина времени, я бы всё повторил. Эй, бери дурацкие марки. Отдай мне машину. Нет, ты меня обманываешь. Рэй. Сколько ты за них получил? За всю коллекцию. Я ведь не спрашивал. За два, три, десятка марок. Старинных. Да, ну вот здесь мы видим как раз спор между братьями. И вот как раз, когда мы опять возвращаемся к этому образу хтонических чудовищ, которые возвращаются, то есть им нужен повод. И вот здесь этот повод, это как раз жадность. Жадность и соперничество между братьями. То есть они, с одной стороны, вот этот удачливый, условно удачливый брат Эммет, Эммет, он со своим компаньоном для того, чтобы развивать свой бизнес, заняли деньги на таких очень непонятных условиях, очень непонятных людей. И они себя мыслят такими ушлыми, удачливыми бизнесменами, которые вот хорошие дела вертят. И тут они, веря в свою удачу, занимают, им где-то не дали вот таким прямым упитями взять кредит. И они берут каких-то сомнительных людей. То есть вроде бы совершают такую небольшую ошибку. И здесь тоже вот два брата ругаются. Тоже вроде бы, ну что, ну такой спор братьев, кто со своим братом или сестрой не ссорился, или не испытывал какое-то чувство ревности или конкуренции. Но здесь вот эти маленькие такие грешочки, они их вовлекают... Ну это вот получается как большие страсти маленьких людей. Да, да. То есть что-то внутри... Есть трещинка такая, которая позволяет вот этим самым чудовищам, которые ждут у окраин этого благополучного мира, и они своими какими-то маленькими грешками делают трещины в этом пространстве, через которые чудовища начинают просачиваться. Ну да, здесь во всяком случае при этом брат, которого обидели, ну который действительно хуже живёт. Здесь вот эта зависть почему-то начинает в сторону какой-то справедливости, да, оправдывания себя. Я прав, да, поэтому марки принадлежат мне. Вот удивительно смотришь, как человек, внутри него вот эта вот справедливость как-то вырастает, вот, ну, то есть человек идёт, готовит, пусть сначала кражу, да, то есть он захотел эту марку украсть у брата, вот, но он прямо чувствует ведь себя правым, вот, что вот обидели и всё такое, и обиженный, обиженный, я обиженный, и вот это вот раз, 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 и вот это вот ощущение обиженности вдруг превращается в идею, а что если мне забрать своё, и так далее. Вот казалось бы, ну то есть мы все в принципе, ну такие ошибки способны, да, вроде люди нормальные, ну то есть... Ну это вот то, что хорошо получается, да, и получалось у коинов, это когда ты видишь обычных людей, это то, что в брекенбэде, если брать другой пример. Да, не понимаю, как, собственно, химик вдруг стал вообще демоническим. Это такие маленькие шажочки, которые ты делаешь, и здесь появляется эффект снежного кома, это один поступок, если ты решил, что можно у брата украсть, то следующее за этим, то есть ты как-то переступаешь какую-то линию, и переступив ее, ты вдруг видишь более широкий горизонт для того, чтобы вот по этой дорожке идти дальше. Причем точно понять, в какой момент выдернут тот гвоздь, на котором держится вот эта, ну такая условно-гармоничная вселенная, это непонятно. То есть где был тот поступок, с которого все покатилось по наклонной, и в этой серии, в первой серии, мы увидим, как брат, решив вернуть, украсть у брата Марку, в общем-то затевает преступлений, а потом начинается череда вообще нелепостей. Из этих преступлений невинные люди гибнут, гибнут невинные люди, то есть появляется одно преступление влечет за собой другое, и уже кажется, что, и кажется уже, что решить их ты можешь, вот эти проблемы, совершив еще что-то более серьезное, еще более радикальное. На самом деле, это более радикальное решение тоже решением не является, и это все происходит еще не в чистом поле, вот эти вот хтонические, это чудовище не дремлют, они тоже потихоньку начинают просачиваться, и здесь, вот мы в первой сцене видим зло в виде такой тоталитарного ГДР, а здесь еще мы видим, похоже, как-то связанное, вот по сюжетам, представители какой-то непонятной корпорации, мафиозной структуры, которая тоже отмечена вот этим каким-то холодным бесстрастием, расчетливостью, и такой деловитой, но железной хваткой, то есть она, то есть если ты один пальчик где-то дал, то в общем сразу кусают за локоть, это вот тоже очень любопытно показано, такое, и оно, люди, и проблема-то в том, что эти жители маленького городка, что они к этому не готовы, они к этому не готовы, и есть только один человек, который способен как-то вроде бы в этом, который страж, который поставлен для того, чтобы оберегать границы этого уютного мерка, и который вроде бы и пытается это делать, насколько у него получается, это начальник полиции Глория. Ну это опять все по-коиновски, потому что в фильме Фарга Коинов оригинальном, там была беременная, полицейский, вот женщина, да, это такое ощущение, что вот эти все протагонисты у Коинов, это просто хороший, в общем нормальный человек, больше не скажешь, это не то, чтобы там какой-то герой, да, вот они намеренно делают женщину из, ну да, из фильма, это чем у которого сохранилось ощущение того, что нормально, вот это чувство нормально у которого сохранилось. И просто, ну не то, чтобы они зло ненавидят или там как-то хотят прищучить, просто это зло вызывает, мне кажется, у таких людей недоумение как-то, ну как так можно? И это, собственно говоря, вот это чувство недоумения, мне кажется, это главный эффект, который Коины в свое время хотели еще вызвать своим фильмом Фарга и создатели сериала каждым сезоном. Вообще, как такое возможно? Да, можно с Глорией познакомиться вот в этом отрывке. Тебе понравился подарок дедушке? Красивая фигурка. Дедушка хороший. Он многовато пьет, но в каждом человеке есть что-то хорошее, правда? Что с тобой? Я забыл фигурку. Милый, уже поздно. Заедем утром и заберешь ее. Нет, он сделал ее мне. Хорошо. Ладно, вернемся за ней. Вот такой добрый человек, который верит, что в каждом человеке есть что-то хорошее. То есть, какой-то такой, именно человек с ярко выраженным ощущением нормальности. Ну да, вот интересно, продержится ли эта героиня вот в этом характере до конца. Ну, то есть, она просто архаична, на самом деле. Это подчеркивается даже в фильме, потому что она компьютер не умеет пользоваться, не любит компьютеры. Она ставит на общение людей. То есть, она... Старикам там не место, там уже шериф или начальник полиции, он уже устал, он уже готов разочароваться, он уже находится на грани, он не может понять вот это ощущение неспособности понять, как такое вообще происходит, оно его выматывает. Посмотрим, что произойдет с Глорией. Ну что, переходим тогда ко второй серии. Итак, вторая серия сериала Фарга, третьего сезона сериала Фарга. Итак, в первой мы видели, как все расставлено. Непонятно пока еще, слишком много действующих персонажей, слишком много ниточек, еще нет ясности, как они все друг с другом будут взаимодействовать, как все оно пойдет, приведет к какому-то единому сюжету, к единому сценарию. Вторая серия, мы видим уже усугубление того, что было в первой. Вот эта самая зловещая какая-то корпорация, по сути дела, похожая мафиозная организация, уже показывает свое лицо более прямо, более конкретно. особенность, которая всегда присутствует во всех сезонах Фарга, зло, которое делает зло практически без рефлексии. И это пугает. То есть, оно совершает какие-то свои злодеяния как работу. Даже где-то по-своему расчетливо, по-своему прагматично. Без какой-то оттяжечки, без какого-то садизма просто с внутренним пониманием того, что это мы так живем, мы так делаем, и мы будем так поступать, с неким даже азартом, с неким куражом, что ли, если. Ну, они практически, злодей из этого фильма, он практически мифический какой-то, он лишен имени, у него вместо имени инициалы, то есть, он, такое ощущение, что это какой-то чуть ли не дух, в том плане, что он говорит про Северную Корею, про какие-то тариктарные режимы, вот, и произносят в конце почти серии одну очень интересную фразу, вот этот, ну, можно этот отрывок послушать, третий. Я говорил, чем мне нравится это место, Миннесота, тем, что оно совершенно безликое. Ну, ты сам, он, в принципе, такой же, да, то есть, это просто какое-то воплощение, прям, воплощение кошмара, человек без прошлого, человек без какого-то облика, в общем, и забавно, что вот это какая-то чуть ли не мифическая, какая-то мистическая составляющая есть совершенно вот в этой простой истории про обычных людей, чем коины тоже, это практически магический реализм от коинов, ну, или от одной Хоули, да, то есть, от вселенной Фарга. Вроде бы эльфов и гномов и орков нету, но, тем не менее, все равно чуть-чуть жутковато. Ну, и еще мы забыли про одну героиню, которая нам тоже заявляет в первой серии, и во второй она получает тоже развитие, это у нашего брата-близнеца, второго неудачника, есть подружка, вот, это такая... Никки Свонго. Да, да, это авантюристка, она играет в покер, по-моему, я просто не разбираюсь в карточных играх, в общем, играет. В общем, вот это как раз брат Рей Стаси, он является офицером по УДО, по условно-досрочным освобождением, и он, она его клиент, она его, не клиент, подопечная, она его подопечная, и по сути дела тоже есть, ему бы нельзя с ней вообще общаться-то, но она своей безбашенностью, страстностью, в общем, как-то захватывает, покоряет его, и по сути дела начинает им вертеть и манипулировать. Она очень интересный типаж воплощает, она совершает зло не потому, что она, опять же, она как бы развлекается, она не считает, поступки, которые она делает, она не считает их чем-то серьезным. В первой серии она совершает очень смешное убийство, ну, правда, очень смешное, такое в духе, ну, не знаю, да, в духе Коина, в духе Тарантино, это вот просто такое, вроде совершается насилие, а тебе смешно, вот, по изобретательности, по тому, как это сделано, сцена, да, это есть в первой серии, вот это убийство, вот, и да, и она действительно, ну, как будто бы в какой-то игре находится, и она жертвой считает чуть ли не статистами, ну, то есть, ну, да, подумаешь, старик умер. Это еще одна форма зла, это зло, которое делает, совершает свои злодеяния, как бы играючи, не задумываясь о последствиях. Получается, что обе серии нам дают все-таки большей частью только знакомить с персонажем и как-то расставлять их на шахматной доске, вот. Да, но смотреть за развитием сюжета интересно. Ну, что, если вам понравилось, пишите, это наша мысль о том, чтобы рассматривать некоторые сериалы по сериям одна за другой, те самые рекапы, пишите свои отзывы и размышления в социальных сетях, и также, может быть, пишите те сериалы, о которых бы вам хотелось бы поговорить. Ну, что, спасибо, что сегодня были с нами, пишите свои отзывы в Фейсбуке, ВКонтакте. Спасибо, и до встречи через неделю.